А пока в ПАСЕ подготовили проект документа об украинской образовательной реформе, который будут обсуждать в Страсбурге уже в ближайший четверг. Кроме этого, Ассамблея наконец-то избрала нового президента. Кто им стал, расскажет Ирина Иванова. Закон преткновения. Сегодня в ПАСЕ Комитет по вопросам культуры, науки, образования и медиа обсуждал проект резолюции по украинскому закону об образовании. К документу европейских политиков был целый ряд замечаний. В частности, сетовали на то, что Украина подала документ на рассмотрение Венецианской комиссии не до его утверждения, а постфакту. Были и другие замечания. Мы беседовали по этой теме, и позиция однозначная. И это правда. Закон дискриминационный. И вот эта дискриминация языков национальных меньшин коренных народов по отношению к некоренным народам, это принципиально дискриминационные нормы. Здесь не о чем спорить. И коллеги, с которыми я разговаривала, из Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Молдавии, готовятся к дебатам. Они будут критиковать Украину. И я не понимаю настырность власти в том, чтобы защищать этот закон. Его просто надо изменить. Доклад представят в ПАСЕ в четверг утром. После этого состоятся дебаты с вынесением окончательной резолюции. Тем временем в самой ассамблее сегодня выдался плодотворный день. Организация проголосовала за нового президента. Стелла Кориакидес, 132 голоса. Эммануэли Зингерис, 84. Госпожа Кориакидес, большинством голосов вас выбрали президентом парламентской ассамблеи Совета Европы. Кириакидес, 61 год, замужем, двое детей. По специальности детский психолог, занимает активную гражданскую позицию. Много внимания уделяет психическому здоровью онкобольных людей. Сегодня в ПАСЕ по ее инициативе раздавали символические розовые ленточки и шарфы. Распространяли брошюры о том, как важно следить за женским здоровьем. Что такое рак, Кириакидес знает не понаслышке. В свое время ей удалось победить эту болезнь. Победительница Стелла Кириакидес представляет Европейскую народную партию. В ПАСЕ работает с 2012 года. В Ассамблее занималась вопросами гендерного равенства, медицины, миграции, защиты прав меньшинств. Относительно украинского вопроса занимает нейтральную позицию. Поэтому украинская делегация в большинстве выступала за кандидата от Литвы Эммануэлиса Зингериса, который активно поддерживает Украину на политической арене Европы. В первом выступе с высокой трибуны парламентской ассамблеи Рады Европы новообранный президент Паре заявила, что ее приоритетами будет борьба с коррупцией. Мы, как группа ЕПП, будем поддерживать нового президента. Но, конечно, мы будем предоставить, что и кроме коррупции, есть и ключевые принципы, на которых нужно стоять. Это повага к территориальной целостности и суверенитет Украины, членов Паре. Правда, главенствовать Кириакидис будет недолго. В конце января в ПАСЕ пройдет президентская ротация. И очередной избранник будет возглавлять ПАСЕ уже два года. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.